Всем привет, друзья! В этом видео я хочу с вами поговорить о ноутбуке, о выборе ноутбука, на что стоит обращать внимание, почему цена отличается, из-за чего цена отличается у ноутбуков с такими же характеристиками, какую марку выбрать. В общем, сейчас вкратце попытаюсь вам, как я это понимаю, вам объяснить и рассказать. Вот смотрите, у меня сейчас ноутбук, HP, ProBook, и сразу хочу вам сказать, если мы сейчас зайдем на Яндекс, давайте просто попытаюсь вам наглядно все и понятно объяснить просто. Допустим, вы захотели купить ноутбук, сразу хочу сказать, у вас стоит выбор, на что вы обращаете внимание, на процессор, как правило, характеристики и цену. Ну, то есть у вас есть определенная цена, и, естественно, вы за нее хотите получить максимальную производительность от ноутбука, как правило. Значит, смотрите, если я сейчас вам просто покажу на примере HP ProBook, у меня G4 версия, сейчас в продаже есть G7, хотя уже вышла G8, но ее пока в продаже почему-то нету. В общем, на G7 покажу пример, смотрите. Вот мы смотрим, открываем Яндекс.Маркет, например, или другой агрегатор, смотрим ноутбук. Нам предлагают за 68 тысяч ноутбук на процессоре Intel Core i5 10-го поколения, мы видим. Значит, кстати, кто не в курсе, как определять поколение у процессоров Intel? Почему-то такой вопрос задают мне, и на самом деле очень странно, потому что тут все видно невооруженным взглядом. Вот эти вот цифры после i5, это и есть поколение, то есть 10, 10, 210. Первые цифры – это поколение. Если тут будет 9, значит 9, если будет 8, то есть первая цифра – это поколение идет после i5, после i3, после i7. Ну, кто не в курсе просто, есть такие люди, кто не в курсе. Значит, смотрите, мы определились, допустим, ну, хотим, допустим, вот такой ноутбук, смотрим на характеристики. Теперь самое интересное, что, ну, мы посмотрели цену, нам все понравилось, да, и за эту сумму, то есть не за эту сумму, а ноутбук с таким же, с таким же, точно с таким же процессором, с такой же оперативной памятью, с SSD, с таким же накопителем, в общем, полностью все одинаковое, то, что здесь есть, характеристики один в один. Мы можем найти ноутбук дешевле тысячи на двадцать, друзья. Я сейчас не буду просто вводить вот это просто, это долго, вводить вот эти все характеристики, одни в одни, хотя это можно на Яндекс.Маркете сделать, вот здесь вот, да, выбрать ноутбук и показать, то есть, что можно купить за эту сумму, да, даже HP ноутбук на десять тысяч дешевле, с такими же характеристиками. Но вопрос в чем, друзья, это будет ноутбук не пробук, это будет павильон, это предыдущая версия. То есть, ноутбук с такими же характеристиками HP павильон, как его еще называют, павлин, будет стоить на десять тысяч примерно дешевле, чем будет пробук с такими же характеристиками один в один. Из чего складывается цена, друзья? Просто тупо из-за качества. Само качество ноутбука. Это касается и более дешевых, так скажем, моделей. В общем, чтобы было понятно, чем дешевле модель ноутбука, тем она проще. Это заключается в самом корпусе, в качестве сборки самого ноутбука. Соответственно, какие там могут быть минусы. Минусов там будет, ну, прилично, могу сказать, потому что у меня были ноутбуки самые базовые. Если это HP, то это, как правило, лэптоп, они так и называются. Лэптоп, то есть, у них нет названия, они могут просто быть. Там просто будет название у ноутбуков, тупо HP, и просто там, короче, сейчас посмотрим. Так, я вот здесь уберу просто пробук тут. И просто HP, да, сейчас вам покажу. Там просто будет название такое, типа лэптоп или типа просто цифры. Так, почему у меня не убирается пробук, я хотел уже убрал. Что-то Яндекс глючит. Сейчас уберется, надеюсь. Ну, не хочет убираться. Фигня какая-то. Не знаю, что-то с маркером. Сейчас еще раз перезагрузим. Значит, смотрите. Сейчас вам включу все-таки показать. Так, ноутбуки. Вот, сейчас открываю. Ну, вы, я думаю, поняли, о чем я имею в виду. Вот, смотрите, да. Вот ноутбуки. Просто название ноутбука. HP 15S FQ2052. Просто, да, вот видите, названия у него, по сути, нету, кроме цифр. Хотя, видите, характеристики можно посмотреть. Да, они, наверное, будут такие же, как у пробука. Нет, тут я смотрел А5. Но, тем не менее, в общем, тут А3, но тоже Full HD, а, тут даже 11-го поколения процессор, правда, А3. В общем, в чем суть вся, да, как говорится. Но цена очень сильно отличается не только от характеристик ноутбука, самого ноутбука, от характеристик, но еще от модели. Первое. Чем престижнее модель, тем она стоит дороже. Хотя характеристики там могут быть одни и те же. Причем даже, может быть, у более дешевого ноутбука, самого простого, вот такого, без названия, да, как говорится, вот просто с цифрами. Он может быть мощнее, чем пробук или элитбук, да, но если мы про HP говорим. Он может быть просто мощнее, там, ставить процессор, но он стоит будет дешевле. Еще раз говорю, это все потому, что качество сборки ноутбуков, качество сборки ноутбуков у более престижных моделей, такие вот, как пробук, это считается бизнес-класс, премиальный ноутбук. Просто качество сборки выше. В чем это заключается? Алюминий. Алюминий корпус не люфтит, не хрустит. Легкие, как правило, очень долго держат аккумулятор. Если, друзья, вот если просто кто не в курсе, знаете, некоторые думают как, ой, да я куплю дешевле, смотрите, а какая разница, там все внутри одно и то же. Есть такое мнение, друзья, не одно и то же. Да, характеристики там будут одни и те же. Возможно, даже будет вам выгодно там на 15-20 тысяч вы купите дешевле. Но сам ноутбук, качество сборки, его будет хуже. Намного вообще. Но вот на эту сумму, то, что вы купили дешевле, настолько он будет и хуже. Вот в чем дело. Он будет тяжелее. При этом у него аккумулятор будет, как правило, из трех ячеек всего состоять. Аккумулятора вам будет хватать на примерно 4 часа. 4,5, как правило, в новых ноутбуках, самых таких базовых, хватает аккумулятора. Если мы говорим про пробуки, престижные, премиальные, то при своем небольшом весе в 1,5 килограмма у них аккумулятора хватает на 15 часов, пока он новый. Ну, короче, 10 часов. Вот у меня сейчас ноутбук, которому уже четвертый год, у которого износ аккумулятора 20%, это пробук, и мне вот так в таком режиме, просто заходя в интернет, аккумулятора хватает на 10 часов. До 10 часов я недавно замерял. При этом ноутбуку четвертый год. Вот понимаете, в чем разница. Если вы купите вот такой ноутбук, простой, то у вас таких результатов никогда не будет. Вам вечно будет его заряжать, аккумулятор, постоянно через каждые 4-5 часов. Я уже не говорю, что его будет... Он тяжелый, как правило, они даже не делают. Такие ноутбуки компактные, 14 дюймов, они все идут, как правило, от 15 дюймов. То есть он будет большой, тяжелый, и таскать его с собой куда-то, где нет розетки, это будет проблема только из-за того, что вам было 4 часа, 4,5, и все. Хотя как более дорогие премиальные ноутбуки, вам его хватит на 10 часов. Понимаете, о чем я говорю? Вот эта вот цена в 15 тысяч, разница. Вот это первое. Второе – качество, я еще раз говорю, алюминий, качество сборки, подсветка клавиатуры. Клавиатуру можно менять. Как правило, на вот этих дешевых клавиатура не меняется. Ну, то есть ее не поменять. Либо, ну, просто вот здесь, если вы понимаете, она отстегивается, можно поменять. Легко снять, легко поменять, на подсветку, без подсветки, как хотите. Здесь также есть Type-C, то есть сюда можно подключить зарядку на 65 Вт, одновременно заряжать ее с телефоном, Wi-Fi, 5 Гц, Bluetooth, 5 Гц. В общем, все, как мы любим. Тачпад. Друзья, в этом и заключается вот такая вот цена разницы. Следующий момент, на что я хочу обращать внимание у вас, это что касается… Если мы берем одну и ту же модель, одну и ту же модель, и у них цена разная, ну, а одной модели, да, допустим, вот берем мы HP ProBook 440 G7 с одним и тем же процессором, но у них цена разная, как правило, там три варианта бывают. Это в чем разница? Она очень простая, это вы, наверное, и без меня знаете. Это процессор у одного стоит, у такого же, один в один ноутбука, а и третий, у другого, а и пятый, у третьего, а и седьмой. И SSD-накопитель у кого-то 256, у кого-то 512, у кого-то 128, и, соответственно, у кого-то стоит операционная система Windows 10 Pro, а у кого-то стоит Linux. Тоже в этом разница просто примерно 10 тысяч точно, как минимум, даже с одним и тем же процессором. То есть за сам Windows они предустановлены, берут тысяч семь примерно, за SSD-шник они берут, и за оперативную память они берут тоже наценку. Остальное все один и тот же ноутбук, одинаковый. То есть следующий момент, на что надо обратить внимание при покупке ноутбука по фирмам. Естественно, я вам всех, я не рекламирую и не призываю покупать определенную фирму, но, друзья, хочу вам сказать, что на мой выбор просто, у меня было немало ноутбуков, покупать надо американские ноутбуки. Это HP, это Dell, ну, либо iMac, естественно, кому нравится. Вот, ну, можно еще взять майкрософтовские ноутбуки, да, тоже отнести, они тоже очень качественно делают. Почему их? Потому что изначально надо, смотрите, в чем весь вообще сыр-бор, так говорится, в чем разница в цене. Остальные все ноутбуки производители, это всякие Lenovo, Asus, это все Китай. И внутри стоят процессоры все американские. То есть, если мы возьмем процессоры, то на сегодняшний день на мировом рынке господствуют две компании производителей процессоров. Это Intel и AMD. Это обе американские фирмы. То есть, если мы пойдем копать дальше, операционная система у нас вся американская, это Windows, ну, короче, да, ну, все вы прекрасно знаете. Сами заводы, которые выпускают процессоры, память, жесткие диски, по большому счету, графика, да, ну, если мы так все разберемся, это все американское. Все самые фирмы американские. И сами заводы, торгующими, комплектующими процессорами, жесткими дисками, да, памятью оперативной, они продают всем свой товар по одной цене. Не бывает такого, то, что они продали одной фирме, там, процессоры, там, скажем, iPad процессор, там, мы тебе HP продадим по 10 долларов, а тебе Asus продадим по 8 долларов. Такого не бывает. Они всем продают процессоры по одной и той же цене, понимаете? А дальше, почему, допустим, китайские процессоры, ну, то есть, ноутбуки дешевле, хотя у них везде стоят одни и те же процессоры, да? Просто само качество сборки хуже. Китайские ноутбуки, просто на чем они экономят, сами подумайте, они экономят на корпусе, на качестве сборки, изготовления. То есть, покупая дешевле вам китайский ноутбук, а вам кажется, что вы сэкономили, просто вы смотрите на характеристики, вам кажется, о, я сэкономил там же всё одно и то же, что у Dell или у HP, посмотрите. Опять же говорю, всё зависит от качества сборки самого ноутбука. Качество сборки, качество модели, чем модель премиальнее, так скажем, выше классом, тем качество сборки самого ноутбука лучше, тем ноутбук надёжнее, он будет вам дольше служить, он не будет ломаться, будет вам просто доставлять массу удовольствия от самого использования ноутбука. Это можно тут полностью весь комплекс назвать всего. Также, конечно, зависит ещё от экрана, но это вы сами понимаете, дисплей, да, чем больше разрешение дисплея, тем лучше матрица стоит, тем тоже, естественно, цена дороже. Есть TN-матрицы, есть, до сих пор их ставят, есть, естественно, IPS-овские матрицы, ретиновские ставят, и даже уже суперамоледовские ставят, естественно, они дороже. Сами по себе такие ноутбуки будут стоить. В общем, друзья, на этом я думаю, что я вам разъяснил, почему на ноутбуке такая цена разницы, да, из чего она складывается, то есть, надеюсь, вам всё понятно стало. Всё, друзья, на этом спрашивайте вопросы, кто чего не понял. На этом, друзья, спасибо всем за внимание, кто смотрел, слушал меня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok